Вспоминает его исполненные любви учения о единении с Ним, о том, что Он лоза, а мы ветви. Возможно, мы вспоминаем учения о пришествии Святого Духа, о вечере Господней, который есть Новый Завет в крови Его. Но есть в учении Иисуса и другая сторона, потому что Он послужил мостом между Ветхим Путем Закона и Новым Небесным Путем, путем благодати. Вот Иисус. Он родился, и теперь Он — этот мост. Он должен был перевести людей с Ветхого Пути Закона на Новый Путь Благодати. Это интересное дело. Библия говорит, что Иисус родился для того, чтобы искупить от Закона бывших под Законом. Он должен был взять людей, имевших понимание Закона, и, переведя их через мост, привести на совершенно Новый Путь. Это вы и находите в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Но что насчет этих жестких учений? У Иисуса есть жесткие учения, и их надо принимать во внимание. Эти учения есть в Евангелиях. Люди проповедуют их, и нам необходимо знать о них. Давайте я приведу вам шесть жестких учений, о которых я говорю. Вы когда-нибудь задумывались о том, что Иисус говорил интересные вещи? Например, отсеки свою руку. Я хочу, чтобы вы это увидели. Евангелие от Матфея 5.30. Откройте это место. И Иисус учит. И вот, посреди проповеди Он говорит, «Если ты обнаружил, что не можешь исполнить закон, обнаружил, что не можешь делать все, как положено, и твоя рука постоянно соблазняет тебя, тогда отсеки свою руку». Евангелие от Матфея 5.30. В 30 стихе Он говорит, «И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Отсеки свою руку». А затем в 8 стихе 18 главы Он говорит, «Отсеки свою ногу». Он сказал, «Если твоя правая рука соблазняет тебя, и ты обнаружил, что грешишь правой рукой своей, отсеки свою руку». Затем Он говорит, «Если твоя правая нога участвует в том, чтобы приводить тебя к греху, соблазняет тебя, отсеки ее, отсеки ногу, отсеки руку». Так. Знаете, что говорит второе жесткое учение? Вырви свой глаз. Это сказано в 29 стихе 5 главы Евангелия от Матфея. И это набрано красным шрифтом, слова Иисуса. Христиан, которые говорят, «Я читаю все написанное красным и исполняю», я спрашиваю, «А почему же вы не отсекаете свою руку? Ведь когда-то в вашей жизни она соблазняла вас. Почему не отсекаете себе ногу? И вот Иисус говорит, «Вырви себе глаза». А если кому и надо ходить без глаз, так это всем мужчинам. А в наши времена так же и женщинам. Сейчас еще стало модно, когда немолодая женщина... Ладно, не буду углубляться в эту тему. Вы сами все знаете. В 29 стихе 5 главы Евангелия от Матфея сказано, «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, то сделай что? Вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Итак, если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Не знаю, понимаете ли вы, что нам с этим делать? Мы христиане, а эти слова — учение Иисуса, и набраны они красным шрифтом. А он говорит, «Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Если глаза твои соблазняют тебя, и ты смотришь на женщин с похотью, вырви свои глаза». А вот третье учение. Те из вас, кто в этой церкви довольно давно, слышали о первых двух, но я покажу вам еще одно жесткое учение. Возможно, оно шокирует вас. Иисус говорит, «Победите фарисеев в их игре в праведность». Иисус говорит, «Я хочу, чтобы вы победили фарисеев в их игре». Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное. Если ваша праведность не будет больше праведности книжников и фарисеев», в каком-то смысле он говорит, «праведность книжников и фарисеев — это новая цель, и вы должны превзойти их праведность. если же вы не будете праведней книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное». Это жестко. Посмотрите на четвертое жесткое учение. Это вас шокирует, но вот четвертое жесткое учение. Возможно, вы не признавали его, но хорошо будет, если вы признаете его сегодня. «Прощайте других, чтобы и Бог простил вас». «Прощайте других людей, чтобы и Бог простил вас». Евангелие от Матфея, 6 глава, 14-15 стихи. 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших». Читая это, я подумал, «А что, если я совершенно забуду об обидевшем меня, и так никогда я не прощу его?» «Что, если в моей жизни что-то произошло, и я никогда не уделю времени, чтобы прийти к Богу и простить обидчиков должным образом? Я и не знаю, что значит «должным образом». Может быть, кто-то прекратил со мной отношения, и я не простил его должным образом. Это значит, что Отец Небесный не простит меня, потому что я не простил этого человека? Может, человек умер раньше, чем я успел простить его? Может, я никогда не смогу пообщаться с ним? Есть много всяких факторов, «И вы говорите мне, что Отец Небесный не простит меня, потому что я не простил того человека?» Это жестко. Еще одно. Оно действительно жесткое. Будьте совершенны, как Бог. Вы знаете о том, что Иисус проповедовал это? Он это проповедовал. Откройте Евангелие от Матфея, 19 главу. Нет. Давайте прочитаем 48 стих 5 главы Евангелия от Матфея, раз уж мы здесь. В этом стихе Иисус говорит, «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Слова эти набраны красным шрифтом. Можно изложить это и так, как это сделали авторы расширенного перевода, а изложили они это так. «Итак, вы должны быть совершенны, возрастив полную зрелость благочестия в уме и характере, достигнув надлежащей высоты добродетели и целостности, как совершен Отец ваш Небесный». Минутку, минутку. Подождите. Бог совершенен. Он не возрастает в совершенстве. Он уже совершенен. Если бы Бог возрастал в совершенстве, это значило бы, что Он не совершенен. Иисус не говорил нам возрастать в зрелости, чтобы нам быть как Бог. Раз Он говорит нам быть как Бог, Бог совершенен, и мы должны быть совершенными как Бог. Это жестко. Ты говоришь мне быть совершенным как Бог? Ты говоришь мне быть совершенным, как Бог? Понимаете, мы это проповедуем в церкви. Но христиане не задумываются, что это за учение. Слова эти набраны красным шрифтом. Их сказал Иисус. Однако мы не можем чувствовать себя довольными, хотя и говорим, я сделаю это, сделаю. Никто из здесь присутствующих не исполнил требования этого учения. Некоторые из вас до сих пор кого-то не простили. Я думал, что и этого достаточно. Но продолжил читать, и вот что мы точно не сделали. Еще одно жесткое учение. Продай все, что имеешь. Это мы уж точно не выполнили. Продай все, что имеешь. Если бы это было так, мы бы с вами ходили в самой бедной одежде, потому что мы бы продали все, что имели. Глядя на вашу дорогую одежду и все прочее, я могу сказать, что мы точно не продали все, что имеем. Мы только что открыли новую стоянку, а ведь вам надо было продать свою машину. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 19 глава. Это учение Иисуса. Евангелие от Матфея, 19 глава, 21 стих. Я прочту это местописание, хотя их несколько. Евангелие от Матфея, 19, 21. Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным», до этого он сказал, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». А теперь, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною. Значит, если мы не продадим все, что имеем, мы уже нарушили два требования. Мы не будем совершенными, пока не продадим все, что имеем. Мы не сможем следовать за Ним и быть как Он, если не продадим все, что имеем. Но вот что сделали мы. Положили значет оттолкования того, что проповедовал Иисус, и теперь говорим. На самом деле Иисус не имел в виду, чтобы мы продавали все, что имеем. Он имел в виду, что мы должны быть готовы помогать бедным. Нет, нет, нет. Иисус не нуждается в том, чтобы вы помогали Ему сказать то, что Он сказал. У Иисуса нет проблем. Он точно и конкретно говорит то, что говорит. Он сказал то, что сказал. Продай все. Мы христиане, мы любим Господа. Мы молились на языках в это утро. Мы пели «Ассанна! Ассанна!» Мы кричали, восклицали. Хотя вы и делали все это, однако согласно учению Иисуса, вы несовершенны, потому что до сих пор не продали все, что вы имеете. Как ты смеешь приходить сюда, лицемер? Говорит, что спасен, а сам не продал все, что имеешь. Это жестко. Это жестко. Как от Его учений чувствовали себя слушавшие? Когда Иисус произносил эти учения, вы что, думаете, люди чувствовали себя свободными? Конечно же нет. Как учения, произнесенные устами Иисуса, вписываются в благодать? Иисус пошел так далеко, что сказал вот какие вещи. Вот что Он сказал. Вернитесь к пятой главе Евангелия от Матфея. Это еще не конец жестких учений. Евангелие от Матфея, пятая глава. Глубоко духовные христиане, цитирующие эти жесткие учения, знают, что сами не исполнили их. Впервые я столкнулся с этим, когда пришел к Богу в молитве. Я чувствовал себя очень, очень религиозным. Ты говоришь о том, что Он царь царей, говоришь о десяти заповедях, и чувствуешь себя очень благочестиво. Придя к Богу, я сказал, «Я люблю тебя всем сердцем моим, и всей душой моею, и всем разумением моим, и всею крепостью моею». Я произносил в старом стиле «крепостью». Я услышал от Бога, «Правда?» Я сказал, «Но я хочу так любить». Пытаясь любить Бога таким совершенным образом, я понимаю, что сделать этого не могу. Я узнал о благодати из 4 главы 1 послания Иоанна, где Бог говорит, «Нет, Я возлюблю тебя первым, и тогда ты сможешь любить Меня». Тем не менее, это учение Иисуса. Он так учил. Смотрите, чему Он еще учил. Вы думали, что до сих пор было жестко? Но вот 21 и 22 стихи 5 главы Евангелия от Матфея. «Если вы там, скажите аминь». Вы слышали, что сказано древним, «Не убивай». Кто же убьет, подлежит суду. В 22 стихе Он говорит, «А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит Гиене Огненной. Одно дело, когда наказанию подлежит совершивший убийство. Но тут Иисус говорит, «Знаете что? Если вы гневаетесь на брата, то это все равно, как вы совершили убийство». Выглядит так, как будто Иисус все усложняет и усложняет. Зачем ты это делаешь? Одно дело, если бы я убил кого-то, но теперь ты говоришь мне, что если я разгневался на брата, это так же плохо, как и убийство. А вот мой следующий вопрос. Кто в Библии гневается больше всех? Бог. Пожалуйста, поймите меня правильно. Бог не является гневливым, но читая Библию, мы видим, что Он гневался часто. Возгорелся гнев Господа. Возгорелся гнев Господа. Возгорелся гнев Господа. Если гнев такой же преступлений, как и убийство, то что это? Конечно, Библия говорит, гневаясь, что? Не согрешайте. Однако Иисус вывел все это на совершенно другой уровень. Он сказал, «Если ты гневаешься на брата, это все равно, как ты совершил убийство». Кто из вас с самого рождения никогда не гневался? Не с рождения, свыше, а самого рождения. Кто из вас вообще не гневался? Не надо ничего делать. Отпечать. Поднимать руку. Просто посмотрите на меня с таким видом. Вы что, серьезно? Но смотрите, что еще сказал Иисус. Евангелие от Матфея, 5 глава, 27 стих. Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, если вы посмотрели на женщину и восхитились тем, насколько она красива, вы уже совершили прелюбодеяние. Некоторые из вас подумали, «Может, я уже пойду домой?» О чем он учит? Пока все, что он говорит, выглядит совершенно недостижимым. И свободу тут не почувствуешь. Что имеет в виду Иисус, говоря, «Вы слышали, что сказано древним?» Он говорит о ветхозаветном законе. Он расширяет требования закона и поднимает его стандарт до такой степени, что делает невозможным его исполнение. Он делает невозможным исполнение того, что он говорит в своих учениях. Он делает невозможным исполнение того, что он говорит в своих учениях. Как же чувствовали себя люди, слыша это послание? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Как чувствовали себя люди, слышавшие проповедь Иисуса? Если бы мы выделили группу людей, слушавших Иисуса, и спросили, как они себя чувствовали, то, вероятно, ответ был бы таким. Некоторые были разочарованы, потому что старались изо всех сил, но ничего не добились. Они были в унынии от того, что цели им никогда не достичь. Они были печальны. Им было тяжело на душе, потому что им было никак не освободиться от давящего груза Божьих ожиданий. Вы подумайте, как это тяжело. Вот чего ожидает от меня Бог, но исполнить это я не могу. Опять и разгневался. Опять почувствовал похоть. Моя рука опять соблазнила меня. О, посмотрите, куда сегодня привела меня моя нога. Вы видите другую сторону служения Иисуса? Он не только пророчествовал о приходе Царства Божьего, но он также выводил людей со старого пути закона. Иисус Христос разделительная черта в человеческой истории. Его жизнь была средством осуществления двух разных служений одновременно. С одной стороны, он показал полную невозможность для людей исполнить закон. Он показал мужчинам и женщинам, что закон исполнить они не могут и что им необходим спаситель. С другой стороны, он показал людям новый путь. Он есть мост от Ветхого Завета к новому. Видите это? Давайте пойдем дальше. Послание Галатам, 4 глава. Вы понимаете, почему сегодня вы не услышите «Давайте воскликнем! О, Аллилуйя! У нас нет времени на это. Мне надо пробить ваши религиозные традиции». Смотрите, а что если бы к вам пришел какой-то умный богослов, у которого 300 докторских степеней, который окончил 400 семинарий, и вот он приходит к вам и говорит «Нет, нет, это неправильно». Давайте я разберу тот же вопрос с другой перспективы. Послание Галатам, 4 глава, 4 и 5 стихи. Если вы открылись, скажите «Аминь». Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился чему? Итак, Иисус, родившись, подчинился чему? Иисус, родившись, подчинился чему? А для чего Он родился? 5 стих. Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить... Не только сам Иисус подчинился закону, заметьте, что о Его аудитории говорится как о подзаконных. Всем понятно? В Евангелии мы читаем о Рождестве и обо всем остальном. Я радуюсь, потому что Иисус пришел на землю, чтобы принести искупительную жертву. Но обратите внимание, Иисус, родившись, подчинился закону и пришел к подзакону. Тогда возникает вопрос, когда же начался Новый Завет, если Иисус, родившись, подчинился закону? Очевидно, Он не начался после рождения Иисуса, потому что Иисус, родившись, подчинился закону и родился Он для людей, которые были подзаконными. Когда же начался Новый Завет? Когда это произошло? Я праздную рождение Иисуса. Аллилуйя! На землю пришел Спаситель. Я радуюсь, потому что больше нет гнева Божьего на грехи людей и теперь на земле мир. И Иисус принесет жертву. Жертва еще не была принесена, потому что Иисус только родился. Он под законом и Он умножил закон, потому что люди до сих пор не осознавали, что нуждаются в Спасителе. И Иисус говорит, Я пришел для того, чтобы вы поняли, самим вам исполнить закон совершенно невозможно. когда же на самом деле начался Новый Завет? В Послании к Евреям говорится, что завещание... Откройте 9 главу Послания к Евреям. Послание к Евреям говорит нам, что завещание вступает в силу только после смерти Завещателя. Послание к Евреям. 9 глава, 17 стих. Прочтем вместе. Готовы? Читаем. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. До смерти завещателя завещание в силу не вступит. Вы написали завещание, но пока вы живы, в силу оно не вступит. Ваше завещание не вступит в силу раньше, чем вы умрете. Таким образом, смерть Иисуса, а не Его рождение, открыла начало новой эры. Смерть Иисуса, а не Его рождение, открыла начало новой эры. Рождение Иисуса положило начало исполнению поручения Иисуса. Расширить закон до такой степени, что его было совершенно невозможно исполнить. У Иисуса было два служения. Одно из них показать дух, стоящий за законом. Иисус показал, что исполнить закон вы не можете. Он был написан не для того, чтобы его исполнить, а для того, чтобы показать грех в вашей греховной природе до такой степени, что вы скажете, мне необходим спаситель. Второе служение постепенно начать знакомить людей с новым путем жизни, который должен был прийти после его смерти. Помните, что и Ветхий Завет вошел в действие не без крови. Моисей взял кровь животных и покропил ею на людей. Я рад, что, будучи одетым в мой костюм, я не принял участие в этом служении. так и кровь Иисуса, пролитая на Голгофе, открыла небеса, показала небесный путь, изменивший все. Кровь Иисуса, пролитая на Голгофе, ввела в действие новый завет, новый путь жизни. Это важно, поскольку позволяет нам, братья и сестры, получить понимание о двух служениях Иисуса. Он открывал людям истинный дух закона и одновременно говорил им о благодати. Необходимо понимание истинного намерения Иисуса, стоявшего за ее жесткими учениями. Если я буду знать и понимать истинное намерение Иисуса, стоящее за его жесткими учениями, о которых я рассказал вам, тогда я буду ощущать свободу в благодати, поскольку живу по эту сторону креста. Но теперь давайте пойдем еще глубже. От Матфея 28 глава. Вы еще со мной в этом исследовании? Кто-то спросит, а сколько оно продлится? Недолго. Евангелие от Матфея 28 глава, 20 стих. Давайте разберем тот же вопрос с еще одной перспективы. Читаем 20 стих вместе. Готовы? Читаем. Давайте-ка начнем читать с 19. Готовы? Читаем. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. Исе, я с вами во все дни до скончания века. Иисус говорит это своим ученикам, верно? Он сказал, учая их соблюдать все, что я повелел вам. Исе, я с вами во все дни до скончания века. Итак, Иисус сказал ученикам учить людей всему тому, чему он повелел учить, верно? Итак, апостолы под заповедью учить людей тому, чему он повелел учить. Так тут написано? Как вы думаете, ученики Иисуса послушались Его? Я верю. Да, я абсолютно верю в то, что они послушались Иисуса. Как вы верите? Просто верите и все? Нет, нет. Где мы находим результат послушания учеников Иисуса? Как мне подтвердить, что они были послушны? На основании посланий, которые они писали. Я читаю послания и вижу, что ученики были послушны Иисусу. Послание отражает то, что Иисус заповедовал учить своим ученикам. Вы верите в это? Однако же нигде в посланиях Петра, Иакова или Иоанна, нигде в этих посланиях мы не находим, чтобы они велели нам продать имущество, чтобы войти в Царство Божие, как это сказал Иисус в Евангелии от Матфея, 19-21. Также апостолы не говорят нам отсекать себе части тела в процессе борьбы с грехом, как это проповедовал Иисус в 5-й главе Евангелия от Матфея. Такого нет ни в одном из посланий. Наконец, никто из апостолов не говорит, что если мы не примем этих крайних мер, то будем брошены в ад, как это сказал Иисус в Евангелии от Матфея, 5-й главе, 22-м стихе. Прочтем вместе. Готовы? Читаем. «Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. До смерти завещателя завещание в силу не вступит. Вы написали завещание. Но пока вы живы, в силу оно не вступит. Ваше завещание не вступит в силу раньше, чем вы умрете. Таким образом, смерть Иисуса, а не Его рождение, открыла начало новой эры. Смерть Иисуса, а не Его рождение, открыла начало новой эры. Рождение Иисуса положило начало исполнению поручения Иисуса. Расширить закон до такой степени, чтобы его было совершенно невозможно исполнить. У Иисуса было два служения. И одно из них — показать дух, стоящий за законом. Иисус показал, что исполнить закон вы не можете. Он был написан не для того, чтобы его исполнить, а для того, чтобы возбудить грех в вашей греховной природе до такой степени, что вы скажете, «Мне необходим Спаситель». Второе служение. Постепенно начать знакомить людей с новым путем жизни, который должен был прийти после его смерти. Помните, что и Ветхий Завет вошел в действие не без крови. Моисей взял кровь животных и покропил ею на людей. Я рад, что, будучи одетым в мой костюм, я не принял участие в этом служении. Так и кровь Иисуса, пролитая на Голгофе, открыла небеса. Показала небесный путь, изменивший все. Кровь Иисуса, пролитая на Голгофе, ввела в действие Новый Завет, новый путь жизни. Это важно, поскольку позволяет нам, братья и сестры, получить понимание о двух служениях Иисуса. Он открывал людям истинный дух закона и одновременно говорил им о благодати. Необходимо понимание истинного намерения Иисуса, стоявшего за Его жесткими учениями. Если я буду знать и понимать истинное намерение Иисуса, стоящее за Его жесткими учениями, о которых я рассказал вам, тогда я буду ощущать свободу в благодати, поскольку живу по эту сторону Христа. Но теперь давайте пойдем еще глубже. Евангелие от Матфея, 28 глава. От Матфея, 28 глава. Вы еще со мной в этом исследовании? Кто-то спросит, а сколько оно продлится? Недолго. Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. Давайте разберем тот же вопрос еще одной перспективы. Читаем 20 стих вместе. Давайте-ка начнем читать с 19 стиха. Готовы? Читаем. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Иисус говорит это своим ученикам, верно? Он сказал, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Итак, Иисус сказал ученикам учить людей всему тому, чему он повелел учить, верно? Итак, апостолы, под заповедью учить людей тому, чему он повелел учить, так тут написано? Как вы думаете, ученики Иисуса послушались его? Я верю. Да, я абсолютно верю в то, что они послушались Иисуса. Как вы верите? Просто верите и все? Нет, нет. Где мы находим результат послушания учеников Иисуса? Как мне подтвердить, что они были послушны? На основании посланий, которые они писали. Я читаю послания и вижу, что ученики были послушны Иисусу. Послание отражает то, что Иисус заповедовал учить своим ученикам. Вы верите в это? Однако же нигде в посланиях Петра, Иакова или Иоанна, нигде в этих посланиях мы не находим, чтобы они велели нам продать имущество, чтобы войти в Царство Божие, как это сказал Иисус в Евангелии от Матфея, 19, 21. Также апостолы не говорят нам отсекать себе части тела в процессе борьбы с грехом, как это проповедовал Иисус в 5 главе Евангелия от Матфея. Такого нет ни в одном из посланий. Наконец, никто из апостолов не говорит, что если мы не примем этих крайних мер, то будем брошены в ад, как это написано в Евангелии от Матфея, 5 главе, 22, 29 и 30 стихах, где Иисус говорит, что лучше тебе отсечь свою руку, свою ногу, лучше остаться без какой-то части тела, чем чтобы все тело было брошено в ад. Ни в одном послании, ни в одном предложении апостольских посланий не сказано того, что Иисус проповедовал в своих жестких учениях. Жесткие учения Иисуса отсутствуют в апостольских посланиях. Они отсутствуют даже в проповедях, произнесенных апостолами в книге Деяний. Почему? Возможных причин отсутствия две. Возможно, апостолы не послушались Иисуса и профильтровали его учения после его вознесения. Или же Иисус не дал апостолам заповеди учить этим жестким учениям. Я думаю, что истинная причина вторая. Иисус учил этим жестким учениям не для того, чтобы апостолы учили им нас. Иисус знал, как изменится жизнь при Новом Завете, который будет введен в действие после пролития его крови на кресте. Учение, которое Иисус хочет, чтобы мы приняли через апостолов, новозаветное учение о благодати, именно его мы и находим в апостольских посланиях, и они — результат послушания апостолов Иисусу. В каждом написанном апостолами послания говорится о благодати. Чтобы убедиться, прочтите их еще раз. Это Бог заповедал апостолам учить. Учить Новому Завету. Завету благодати. Ни в одном из апостольских посланий нет жестких учений Иисуса. Почему эти жесткие учения Иисус говорил бывшим под законом? Так сказано в Библии. Иисус говорил о законе бывшим под законом. Иисус пришел, чтобы искупить под законом. Иисус говорил то, что говорил, чтобы показать полную невозможность исполнения требований закона. Но Он не говорил эти жесткие учения нам, тем, кто под благодатью, благодаря пролитой им крови. Иисус повелел своим апостолам учить людей о Новом Завете благодати. Но надо разобрать и еще один вопрос. Евангелие от Матфея, 5 глава, 19 стих. Кто-то спросит, «Зачем вы учите меня об этом? Мне надо оплачивать счета. Вам следовало бы говорить мне о том, как мне оплатить мои счета. Зачем вы учите меня об этом? Я болен. Мне необходимо исцеление моего тела. Потому я и учу вас. Я стараюсь, чтобы вы прекратили пытаться чего-то достичь собственными усилиями. Я хочу, чтобы вы приняли то, что кровь Иисуса сделала доступным вам. Я хочу, чтобы вы поняли. Вам не надо осуждать и принижать себя по причине жестких учений Иисуса и думать, «Я никогда не достигну целей, которых Иисус ожидает от меня». Я хочу, чтобы вы поняли. Иисус ожидает от вас, чтобы вы отказались от упования на собственные усилия и достижения. Он хочет, чтобы вы пришли к Нему и сказали, «Господи, я знаю, что я исцелен. Я доверяю Тебе. Спасибо за то, что я исцелен». Он хочет, чтобы вы отказались от надежды на свои усилия. И чтобы в результате этого вы получили деньги на оплату счетов, получили исцеление, получили освобождение и все прочее, чтобы в конечном итоге сказать, «У меня есть Спаситель, который сделал все это для меня». Евангелие от Матфея 5, 19. Еще один вопрос, который необходимо разобрать. Евангелие от Матфея, 5 глава, 19 стих. «Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Подумайте о числе людей, которые хотят быть великими в Царстве Небесном. Великими для Бога. Однако для того, чтобы быть великими для Бога, вы должны исполнить все эти жесткие заповеди. Об этом здесь и речь. «Быть великим для Бога». Что же это значит? На первый взгляд кажется, что Иисус хочет, чтобы мы исполнили все эти жесткие учения и в подтверждение, что мы можем привести утверждение Павла об исполнителях закона. Павел кое-что сказал об исполнителях закона, что поможет нам понять слова Иисуса из 5 главы Евангелия от Матфея. Посмотрите послание к римлянам, вторую главу. Как хорошо это звучит. Так почему бы не повосклицать и не покричать немного, не порадоваться? Главное разобраться с тем, что давит на вас. Из-за чего вы в депрессии и бедности? Вам надо изменить свое мышление. Изменив его, вы измените свою жизнь. Вам надо изменить свое мышление. Мы больше не можем учить по-религиозному, как это делается в большинстве церквей. Если вы не измените свое мышление, то можете всю жизнь, выходя отсюда, говорить, сделаю это однажды, но не сегодня. Послание к римлянам, 2 глава, 13 стих. Давайте послушаем. Римлянам 2, 13. Чтобы получить понимание, вам надо прослушать все учения по посланию к римлянам. Но послушайте, что сказано здесь. «Потому что не слушатели закона праведны, оправданы пред Богом, но исполнители закона оправданы, праведны будут». Вау! Что? Не слушатели закона будут объявлены праведными, но исполнители закона. Звучит так, будто если вы исполните закон, так и будете объявлены праведными. Видите, какие возникают проблемы, когда вы читаете Писание вне контекста, а это очевидно вне контекста. Кажется, апостол говорит, если исполните закон, будете объявлены праведными. Что происходит с христианином, который не ходит в церковь? Он один из тех, кто думает, возьму Библию и прочту. Не надо мне ходить ни в какую библейскую школу, ни в какую церковь, чтобы там не указывали, как и что читать в Библии. Такой человек читает Библию вне контекста, усваивает неверные идеи и портит себе жизнь. Но это местописание, как кажется, звучит так. Если хочешь быть объявлен праведным, ты должен исполнить закон. Давайте рассмотрим это систематически. Как окажется, есть люди, которые поистине исполняют эти заповеди. Есть такие, кого можно назвать исполнителями закона. Однако, продолжая читать послание к римлянам, мы обнаруживаем точно число людей, успешно исполняющих закон, и, следовательно, число людей, которые будут названы великими на небесах. Я хочу показать вам число людей, которые будут названы великими на небесах. Я хочу назвать вам число людей, успешно исполнивших закон. Откройте третью главу послания к римлянам, и мы узнаем это число. Библия говорит нам точное число людей, успешно исполнивших закон. Прочитаем 19 и 20 стихи. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит кому? К состоящим под законом. Для чего? Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Итак, сколько человеческих существ успешно исполнили закон? Ноль. Скажите, ноль. В Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна, Иисус цитирует закон и поднимает его стандарты. Верно? Он делает исполнение закона еще более трудным. Смотрите, если никто не мог исполнить изначальный закон, кто же будет успешен в исполнении более трудной его версии, которую Иисус изложил в Евангелии? Как вы думаете, сколько людей сможет исполнить эту версию? А? А? Потому что через закон нас ждет поражение, а не успех. Через закон мы встречаемся с поражением, а не с успехом. Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. Откройте это место. Я вам хочу сказать, что дьяволу вне церкви плохо. А если он здесь, ему совсем плохо. Он говорит, я думал, что мне удалось скрыть эту истину. Евангелие от Матфея, 5 глава, 20 стих. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Что насчет этого? То есть, только для того, чтобы войти в Царство Небесное, вы должны превзойти в праведности книжников и фарисеев. От этого у вас падает сердце. Я должен быть праведнее книжников и фарисеев, чтобы попасть на Небеса. Иисус знал, что этот стандарт недостижим. Он знал, что люди не смогут даже приблизиться к стандарту праведности, которую он ввел. Писание говорит, что Иисус подчинился закону, чтобы искупить под законах. Как же Иисуса искупить под законах? Первый шаг. Необходимо, чтобы они поняли, что любые собственные усилия быть совершенными ничтожны. Любая попытка быть совершенным собственными усилиями ничтожна. Смерть Иисуса открыла эру Нового Завета. Цель жестких учений, о которых мы говорили сегодня, в том, чтобы показать вам, Иисус — это мост, переводящий нас от ветхого к новому. Выйдя отсюда, не принимайте то, что вы получили, как само собой разумеющееся. Читая Евангелие, вы будете читать их с другой перспективы. То, что говорил Иисус. Он говорил людям, состоящим под законом. Когда же Иисус говорит о грядущем, «Именно это я и переживаю, как пребывающий под благодатью». Вся ваша жизнь изменится. Каким образом? Вы освободитесь от осуждения и перестанете заниматься самоистязанием, когда что-то сделаете неправильно. Вы достигнете нужной позиции, когда будете зависеть от Иисуса. Ваша молитва будет такой. «Господь, я не достиг прогресса в этой области, но я уповаю на тебя в том, что ты поможешь мне. Говори со мной, открывай мне истину. Покажи мне, как это сделать. Я целиком и полностью завишу от тебя». Вы когда-нибудь, как родитель, или как директор, или как лидер, вы когда-нибудь, подняв руки, говорили, «Господи, я сделал все, что мог». «Вы когда-нибудь делали такое?» Позвольте мне сказать, где вы находитесь в этом случае, в хорошем месте. Потому что когда вы, наконец, оказываетесь в таком месте, когда говорите, «Не знаю, что еще делать», тогда вы можете покориться Евангелию благодати и сказать, «Когда я немощен, тогда силен». Теперь вы можете зависеть от Господа в том, чтобы сделать то, чего не могли сделать собственными усилиями. Вы можете перестать обвинять себя. Можете перестать принижать себя из-за непонимания, «Почему я не могу достичь того, что ожидается от меня, как от христианина?» Слава Богу! Господь через эту церковь старается выразить свою любовь к вам. Эта церковь есть выражение Божьей любви к вам. Я, как ваш пастор, выражение Божьей любви к вам. Послушайте. Знание по откровению, которое вы получаете, это выражение Божьей любви к вам. Как я хочу, чтобы вы вышли отсюда в это утро. Я хочу, чтобы вы, выйдя отсюда, напоминали себе. Вау! Бог действительно любит меня. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим тебя за это время, проведенное в твоем слове. В нем жизнь, и то, что мы получили сегодня, будет проводить в нас детоксикацию от религиозного понимания ожидания Иисуса, описанных в Евангелиях. Господь, пусть мы будем свободными. Помоги нам быть свободными и освободиться от заблуждений. Помоги нам довериться благодати. И мы благодарим тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Я рад. Слава Господу. Смотрите, что дьявол уже не сможет больше делать. Придя, он уже не сможет шептать вам в ухо. Ты никуда не годный. Ты идешь на погибель. Ничего ты не стоишь. Думаешь, ты делаешь то, что отец ожидает от тебя? Что тут сказано? Ты же знаешь, что ничего этого ты не исполнил. А вы в ответ дьяволу. Я знаю, знаю, знаю. Ну разве не здорово? Разве не здорово, что Иисус исполнил все то, в неисполнении чего ты пытаешься меня обвинить? Вы закрываете рот обвинителю. Как? О, это хорошо. Господь. О. О. Как, по словам Иисуса, мы должны побеждать врага кровью Агнца и словом свидетельства нашего? Мы побеждаем его кровью Агнца. А что сделала кровь Агнца? Приобрела нам этот новый путь благодати? И теперь мы зависим не от того, что делаем мы, а от того, что сделал Господь. Своей кровью он вел в действие новый завет. И кровью Агнца, которая ввела в действие этот новый завет благодати, мы побеждаем дьявола. Поэтому каждый раз, когда появляется враг, свидетельствуйте о крови Иисуса и о том, как она ввела в действие новый завет благодати. Напоминайте дьяволу, я не под законом, а под благодатью. Следовательно, грех не будет иметь надо мной владычество, ибо я под благодатью, а не под законом. И знаете, что произойдет? Дьявол вынужден будет замолчать и уйти от вас. Я хочу вам напомнить, что дьявол был архангел. Он не Бог. Он как котенок, пытающийся притворяться львом. А зачем вы об этом вспомнили? Библия говорит, что ангелы подчиняются людям. Люди не подчиняются никакому ангелу. Это ангелы подчиняются людям. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и посещаешь его, умер за него? Что есть человек, что ты увенчал главу его славой и честью? И немного умолил его перед Элохимом, пред Богом. И все ангелы должны делать то, что люди говорят им делать. Послушайте, Писание не говорит, все ангелы, кроме сатаны. Так что, если дьявол путается у вас под ногами, скажите ему, что делать. Вы спросите, пастор, а что мне сказать ему? Скажите ему, идти в ад. Пошлите его в ад. Уйди от моих финансов. Уйди от моей семьи. Уйди от моего брака. Иди в ад, сатана. Я посылаю тебя в ад силой имени Иисуса. Потому что я человек, сотворенный по образу Божьему. Я сосуд всемогущего Бога. Иди в ад, сатана, а я точно не пойду туда. Что бы ты ни говорил, дьявол, и что бы ты ни делал, я не пойду в ад. Потому что я был искуплен кровью Агнца. Я был посажен вместе с ним на небесах по правую руку всемогущего Бога. Боже мой! Боже мой! Боже мой! Боже мой! После этого послания можно уходить на отдых и деваться, сатана. И знаете что? Он должен это сделать. Потому что он не принадлежит классу человека и не принадлежит классу Бога. Он принадлежит и всегда будет принадлежать классу ангелов, который отпал от благодати и стал надеяться на собственные силы. Отпасть от благодати — это не впасть в грех. Отпасть от благодати — это перестать уповать на Бога и вернуться к упованию на собственные силы, собственные усилия. Я не вернусь к упованию на свои силы. Мне необходим Спаситель. Мне необходим Спаситель. Но знаете что? Он необходим и вам. Если бы не мои новые туфли, я бы вам кое-что показал. Я теперь свободен. Я избавлен. Мне не надо отсекать себе руку. Не надо отсекать себе ногу. Не надо вырвать себе глаза. Аллилуйя! Все, что мне надо делать, это призывать кровь Иисуса. Я призываю кровь Иисуса. Аллилуйя!